Автопутешествие продолжается. В прошлой серии мы устроили тест-драйв нашему свободному страннику по пескам казахской пустыни. Сегодня без остановок едем в Алматы. После куртов дорога снова становится отличной. Едем в приподнятом настроении. Пустынно-степной пейзаж меняется на красочные виды предгория Заильского Алатао. До Алматы осталось 28 километров. За нами горы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алматы – солнечный город у подножия самого северного хребта Тяньшане. Бывшую столицу Казахстана называют городом-садом. Зеленые насаждения в каждом уголке города. А величественная панорама гор делает Алматы непохожей на другие города. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сады, рощи, парки, бульвары и цветники занимают свыше 8 тысяч гектаров в городской территории. Давайте вместе посмотрим на достопримечательности Алматы. Эта холмистая местность называется Коктюбе. Она граничит с городом на юге. Коктюбе в переводе с казахского – Зеленый холм. Он достигает высоты более 1 километра. На вершине хребта располагается смотровая площадка. Это самое лучшее место для обзора ночного города. А это монумент независимости. Он украшает площадь республики. Парящего в ослепительном небе южной столицы Казахстана золотого человека, который управляет укращенным крылатым барсом, создали мастера под руководством Шаты Валиханова. Вокруг монумента скульпторы воссоздали историю древней казахской земли. Это атакент – место для проведения выставок в Алматы. Его возвели в советскую эпоху. Тогда атакент называли ВДНХ. А это прозрачные купола первого подземного торгового центра Алмалы. В южной столице есть даже Эфелева башня, только в миниатюре. Главные же достопримечательности Алматы – это, конечно, всемирно известный высокогорный каток Медео и лыжный курорт Чимбулак. Именно там и будем подыскивать себе место для ночлега. Спортивный комплекс Медео построили в 1972 году в одноименном ущелье, которое находится всего в 15 километрах от города. Особенность катка Медео заключается в том, что он расположен на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря. За моей спиной конькобежный стадион Медео. Мы хотели туда попасть и покататься на коньках, но лед там будет только в октябре. В Медео лед основан только на чистейшей горной воде без примесей каких-либо солей и разреженном воздухе. Плюс мягкий климат, оптимальный уровень солнечного излучения, низкое давление и благоприятные погодные условия. Все это сделали Медео одним из лучших катков в мире. Лед на конькобежном комплексе Медео зальют только осенью. Пока будем наслаждаться только катанием на роликовых коньках. Медео В следующей серии поднимемся на селезащитную плотину высотой в 1750 метров над уровнем моря. Осмотрим заповедные места Медео на воде, в горах и на воздухе. Наше автопутешествие продолжается. Следите за программой. Дамы и господа, представляем первый открытый конкурс «Мистер Автосалон-2013». За звание лучшего будут бороться представители крупнейших автосалонов Челябинска. Стартовая точка, город Челябинск. Мистер Автосалон-2013 Городской автомоечный комплекс на Чечерину-24. Новая современная мойка для любых автомобилей. Автомойка! Четыре поста качественной ручной мойки и два поста автоматической портальной мойки. Автомойка! Городской автомоечный комплекс на Чечерина-24. Автомойка! Автопортал «Погазан.ру». Предложения автосалонов и авторынков, а также частные объявления и анонсы автособытий и соревнований «Погазан.ру». Лишь бы не пешком. Широчайший выбор отделочных материалов в галерее интерьера «Хозяйка тепла». Обои, фрески, линолеум, ламинат, массивная доска и эксклюзивный кожаный паркет. «Хозяйка тепла» ждет вас по адресу улица Академика Королева, 15, телефон 220-20-59. Загородный поселок «Ромашка Фэмили». Земельные участки в экологически чистом месте. Подробности по телефону 247-6401. Загородный поселок «Ромашка Фэмили». Дамы и господа, представляем первый открытый конкурс «Мистер Автосалон-2013». За звание лучшего будут бороться представители крупнейших автосалонов Челябинска. Стартовая точка, город Челябинск. «Мистер Автосалон-2013». «Мистер Автосалон-2013». «Мистер Автосалон-2013». «Мистер Автосалон-2013». Мы находимся на территории заповедника Мидео. Сейчас мы поднимемся на плотину. Здесь ровно 842 ступеньки. Отправимся и посмотрим, как выглядит эта плотина. К плотине ведет уникальная лестница, которая состоит из бетонных ступеней. Высота селезащитной плотины – 1750 метров над уровнем моря. У нее три уровня высоты. Чтобы добраться до самой высшей точки, многим нужна передышка. Для этого на каждом уровне сделаны специальные веранды для отдыха. На одной из них и мы сделали остановку. Там нас ждал символ Казахстана – Веркут Сарман. «Сарман» передает привет Челябинску из Алматы. Продолжаем восхождение. На высшей точке плотины сооружена панорама, так называемая «Ласточкино гнездом». Из него и осмотрим все окрестности Мидео. Селезащитная плотина – это памятник инженерно-технического искусства. Она находится в горной долине на реке Малая Алматинка и защищает урочище Мидео от грязекаменных потоков. На склонах горы Махнатки установлены противоловинные ежи. Солнце готовится к заходу, и нам пора подыскивать место для ночлега. Мы находимся в горной местности Казахстана, и поэтому решили выбрать гостиницу где-нибудь повыше. А сейчас по серпантину мы поднимаемся на Чимбулак. Можете посмотреть, какие красоты открываются перед нашими глазами. Это горная местность Мидео. Музыка. 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 Выбор сделан. Мы остановились на самой высокой курортной точке в горном отеле. Мы закончили наше горное восхождение на лендровере Freelander 2 на Чембулак. Вид здесь шикарный. Здесь же расположилась и станция канатной дороги. Предлагаю вам вместе с нами осмотреть окрестности Медео и курорта Чембулак с высоты птичьего полета. Мы продолжаем наш автопробег по Казахстану. Только теперь не по земле, не по асфальту и не по пустыне, а по воздуху мы взбираемся на гору Чембулак. Можете посмотреть, вон там она виднеется вдали. Казахстан 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 Время пролетело незаметно. Солнце зашло за горизонт и вокруг зажглись огни ночной Алматы. Это вид на город с высоты горного отеля. Казахстан 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 Дамы и господа, представляем первый открытый конкурс «Мистер Автосалон-2013». За звание лучшего будут бороться представители крупнейших автосалонов Челябинска. Стартовая точка. Город Челябинск. «Мистер Автосалон-2013». Автопортал «Погазан.ру». Предложения автосалонов и авторынков, а также частные объявления и анонсы автособытий и соревнований «Погазан.ру». Лишь бы не пешком. Широчайший выбор отделочных материалов в галерее интерьера «Хозяйка тепла». Здесь вы найдете свыше 200 коллекций кафеля от производителей России, Польши и Испании. «Хозяйка тепла» ждет вас по адресу улица Академика Королева, 15, телефон 220-2059. Загородный поселок «Ромашка Фэмили». Земельные участки в экологически чистом месте. Подробности по телефону 247-6401. Загородный поселок «Ромашка Фэмили». Дамы и господа, представляем первый открытый конкурс «Мистер Автосалон-2013». За звание лучшего будут бороться представители крупнейших автосалонов Челябинска. Стартовая точка, город Челябинск. «Мистер Автосалон-2013». Организаторы конкурса «Вещательная компания Урала» и городской портал 74.wc. Уютный спонсор проекта «Загородный поселок Ромашка Фэмили». Официальная фотостудия конкурса «Альтер Эго». Видеотрансляцию первого открытого конкурса «Мистер Автосалон-2013» осуществляет Центральное телевидение «Телеканал ТВ-Центр Челябинск». Радиотрансляцию конкурса обеспечивает главная спортивная радио страны «Радиоспорт». Генеральный интернет-партнер проекта «Автомобильный портал «Весь транспорт». Официальный сайт конкурса 74.wc. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова